Добро пожаловать на лучший канал про кино Тип Топ! И в этот раз мы подготовили для вас топ-10 лучших фильмов за 2022 год, которые уже вышли. А если ты хочешь выиграть 5000 рублей, то подпишись на канал, нажми лайк и посоветуй фильм в комментариях. За самый интересный совет я отправлю деньги на банковскую карту. А это победители с прошлого видео. Может в этот раз выиграешь именно ты? Жду тебя в комментариях. Без лишних слов нажми лайк и подпишись, ведь это займет всего лишь 5 секунд. А мне будет очень-очень приятно. Приятного просмотра! Слышал про приложение ТикТок? Если да, то ты точно замечал, насколько точно он подбирает контент под твои интересы. Можно смотреть часами и не отрываться. Так вот, есть аналогичное приложение Вижу, только для киноманов. Я уже затестировал и был просто в шоке. Нейросеть подбирает рекомендации точно так же, как ТикТок. В приложении есть лента с фрагментами из фильма. При этом для каждого пользователя отрезок на один и тот же фильм будет персональный. Например, при рекомендации «Волка с Уолл Стрит» кому-то будут предлагать фрагмент с Леонардо Ди Каприо, а кому-то с Мэтью МакКонахи, в зависимости от того, что им понравилось ранее. Эта функция называется «Мой канал». Все фильмы из ленты доступны к просмотру прямо в этом же приложении. Также тут есть семантический поиск. Это для тех случаев, когда пользователь знает сцену или актера, но не помнит название фильма. Вижу, разработали алгоритм запроса, как если бы он был адресован человеку. Так, можно искать по касту, жанру, описанию ключевых ситуаций. Например, вбиваете в строку поиска про космос и вуаля, смотрите «Обливион» или «Валериан и город тысячи планет». Переходи по ссылке из описания, вводи промокод «Кино 2022» и получай 35 дней подписки всего за 1 рубль до конца декабря. А если сервис понравится, то при ее оформлении на полгода стоимость одного месяца обойдется всего 99 рублей в месяц. Все благодаря промокоду из описания. Десятое место. Большой красный пес Клиффорд. Когда школьница Эмили получает в подарок от спасателя животных очаровательного щенка с красной шерстью, она и представить не может, что наутро обнаружит в своей маленькой нью-йоркской квартирке огромного трехметрового пса. Мама в командировке, поэтому самые захватывающие и необыкновенные приключения ждут Эмили и ее веселого и порывистого дядю Кейси. Клиффорд научит их, а заодно и весь мир, любить по-крупному. Вот бы ты стал большим и сильным, тогда нас никто не обидит. Клиффорд? Дядя Кейси! Что, в школу опоздравил? Мой щенок! Клиффорд, будь лапочкой, отдай! Фу, будь здоров! Девятое место. Фокус Фокус 2. Салем. 2022 год. А также полнолуние и канун Хэллоуина. На свой шестнадцатый день рождения Бека с подругой Изи отправляется в темный лес, где они проводят шуточный ритуал и зажигают свечу, подаренную хозяином местного магазина магии. Внезапно перед девушками возникают сестры Сандерсон, которые снова жаждут творить подлые дела. Не найдя подходящих детей, которыми можно было бы перекусить, ведьмы прибывают в тот самый магазин за своей волшебной книгой, чтобы использовать заклинания получения абсолютной власти. Теперь Бекки и ее друзьям придется очень постараться, чтобы остановить сестер и защитить жителей Салема. Восьмое место. Мальчик по имени Рождество. Юный Николас, чтобы найти отца, уехавшего на поиски легендарной эльфийской деревни, отправляется на север, где его ждут необыкновенные приключения. Я отправляюсь в Эльфхейм на поиски эльфов Мика, чтобы вселить в мир надежду. Глупец. Всем известно, что эльфов не существует. Готов, старина? Всегда готов. Ты говоришь. А еще и летать умею. Шучу, мы же не летаем, это было бы смешно. Седьмое место. Короче говоря, Тедди – классический прокрастинатор. Всегда опаздывает. Находит массу причин не выполнять свои обязанности и просто не ценит свое и чужое время. Однажды он просыпается после свадьбы и обнаруживает, что через каждые сутки он перескакивает на целый год своей жизни. Теперь ему придется не только побороться за любовь, но и научиться по-настоящему ценить каждое мгновение жизни. Вчера мы поженились, а сегодня… Поздоровайся с папочкой. А вот и он. Она. А вот и она. Все нормально? За несколько минут проходит целый год, и я не могу ничего поделать. У меня есть ребенок. Как мы ее будем звать? По имени. Давай, на раз, два, три. Талула. Ты серьезно? Поздравляю с годовщиной. Не понимаю, как ты мог забыть лучший день в нашей жизни. Я не могу ее потерять. Моя жизнь проходит слишком быстро. Шестое место. Воспламеняющая взглядом. Вот уже 10 лет Чарли и ее семья в бегах. Им приходится скрываться из-за того, что девочка обладает сверхъестественными способностями, которые очень интересуют правительство. Но контролировать огонь становится все сложнее. Она не робота, Энди. Она всего лишь ребенок. Со своими детскими абсолютно непредсказуемыми эмоциями. Чарли! Она должна их спрятать и никогда не показывать. Мы обязаны подготовить ее. Мы обязаны ее защитить. Чарли! Если они узнают, то посадят ее в клетку. Чарли! И до конца жизни будут проводить эксперименты. Заберут ее у нас навсегда. Кто заберет? Пятое место. Отчаянные мстители. Каждому из четырех артистов маленького бородячего цирка достался от природы особый дар. Суперспособность, которая является их силой и проклятием одновременно. Когда в их жизни врывается война, этой четверке приходится искать новое место для выступлений. Они пока не знают, что кое-кто уже имеет виды на них и их суперспособности, чтобы осуществить свой план и изменить судьбу всего мира. Смотри, что ты наделал! Я никого не убиваю. Война есть война. У тебя дар. Для меня это не дар. Это проклятие. Нет! Здесь возможно все. Привет, подонки! Третье место. Самаритянин. 20 лет прошло после эпической битвы, в которой супергерой-самаритянин, уничтожив суперзлодея по гипсам. Однако некоторые люди верят, что самаритянин жив и просто скрывается. Однажды парнишка с окраиной знакомится со стариком, живущим в доме напротив. Вскоре мальчик понимает, что пожилой мужчина – тот самый пропавший супергерой. Парень. Самаритянин мертв. Я зарабатываю на жизнь тем, что собираю мусор. Самаритянин тоже очищал улицы. Займись своим делом, а я займусь своим. Я тебе не верю! Ты в порядке? Я в норме. Второе место. Корабль в Пусан. Арестованных на филиппинах корейских преступников экстрадируют в Пусанский порт на грузовом судне. Хотя конвой обеспечивают опытные оперативники, бандам удается освободиться и устроить бунт на корабле. Но в процессе все участники противостояния сталкиваются с неожиданным ужасом. Это не особо опасные преступники, а тупые молодые отморозки. Действуем по плану. Ну что, кто в деле? Первое место. Тролль. Во время строительства горной железной дороги рабочие потревожили гигантского тролля. Который начинает сеять вокруг хаос и разрушения. Что, если я скажу вам, что тысячу лет назад... ...здесь бродили тролли? Мы сейчас в Норвегии. Люди в ужасе. Представьте последствия. Что это такое? Я не могу ответить. Нам нужен кто-то, кто может. Нора Тиддман, теперь вы научный советник премьер-министра. Вы знаете, что я раскапываю окаменелости? Что-то вышло из горы. Кинг-Конг? Может быть. Запускай мотор. А какой из фильмов добавил бы ты в этот список? Напиши название или даже сразу несколько названий фильмов или сериалов 2022 года, которые ты считаешь лучшими в этом году. Если твой фильм мне понравится, то я отправлю тебе 5000 рублей на банковскую карту. И не забывай про Вижу. Ссылка на них находится под видео. Пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал и нажми колокольчик. Ведь я очень старался. Смотрите только хорошие фильмы. А я посмотрю плохие.